Ребята, у нас так резко потемнело. Я только белье развесила на улице. Вот видите, висит, сохнет. И вот смысл. Она все повесила, только повесила на улице. И у нас как громыхать. Видите, сверкать, громыхать начал. А дуреть не встать. Лампочка. Так, все, пошла я. Компьютер тоже выключить. Компьютер сверканула, вырубился. Сам причем. Я сейчас переживаю, что он сгорел. А дуреть погода, да, Маша? Тебе страшно? Нет? А дуреть, какой ливень пошел. Света, мытье уже ушло? Нет. А на улице под дождем, ну да. Кошмар. Вот погода, Сау. У нас день через день, да, ливень идет. Причем такой сильный, сверкает, громыхает. Я еще больше переживаю за морозилку, потому что сверканула резко, и у нас лампочка заискрилась. Пипец. За компьютер и за все остальное теперь переживать буду. Потом свет включится, будем проверять, работает или нет. Ой, ужас. Вот это ливень. Ну, в каком-то смысле хорошо, картошку польет хорошо. Да? Всем доброе утро. Мы сейчас с Машей и с Егором едем в город. С Машей нам надо сдать... Что, Маша? Кровь. Кровь, да, потому что у него гемоглобин низкий в Перми последний раз был. И нам сказали по месту жительства пересдать. Вот мы сейчас идем пересдавать. А с Егором нам надо сделать флюорографию, нам надо сделать ИНН, нам надо сделать фотографии. Короче, куча всего. Поэтому едем в город. Ребята, мы в парк пришли. Налоговая закрыта до 9 часов. Они с 9 работают, и мы сидим ждем. Там мы? Ну да, возле администрации, короче. Маша тут вам немножко поснимала. Я сейчас вставлю кадры, да, Маша? Пить купили мохито и лимонад. Ребята мохито пили, а я тут лимонад. Заходили, питье брали. Тут наша администрация, там Крепар, там даже памятник. Вот он. Вот это вот Фортуна магазин. Там этот сидит нотариус. Тут у нас фигурки. А ты фигурки не снимала, да? Нет. Понятно. Там у нас монеточка и кулинария. Там Егорка прячется за мной. И цветы вот так возле администрации. У нас всегда только возле администрации цветы растут. Больше нигде по городу. Вот в Перми мы ездили, там везде, да, может, цветы. А у нас по городу только возле администрации. Голубь прилетел. Привет. Голубь. Ладно, сидим, ждем до 9 часов и идем в налоговую. Голубь. Дорогие друзья, приехали мы с города. Зашли в наш магазин. Давайте сначала покажу все, что в нашем магазине взяла. А потом уже в городе то, что взяла. Ну, в первую очередь, туалетная бумага. Абрикосов килограммчик. Кабачки и баклажаны. Это я взяла устаненные. Хочу нарезать кроликом. Дальше потом капусту взяли. Фу, капусту. Вот на капусту смотрю, говорю, капуста. Бананы взяли, вы меня поняли. Они что-то тут дешевенькие, беда. И капуста по 35 рублей за килограмм. Дальше. Это еще не все, ребята. Еще одна туалетная бумага. Две белого, две черного. Кто тут опять что лазил? Мне аккуратно составили чай. Вот не люблю, когда вот так вот вы делаете. Две белого, две черного. Дальше. Клей Маши надо, игрушку там заклеить. Новую игру какую-то увидали, взяли. И зубную пасту по 95. Со вкусом, Егор, земляники. Зубная паста. Иди, пожалуйста, отсюда. Дальше вы все уже, я вам говорила, что у нас открылся магазин Доброцен. Мы зашли туда, взяли вот такой вот гранатовый сок. Тут сколько? Тут 3 литра. И 100 с чем-то рублей. Я понимаю, что это не натуральный. Ну, вот хотя бы такой. Детском взяли. Лучше, чем газировка на всякий случай. Дальше. Печеньки вот такую коробку взяли. Те уже колечки они съели. Это мы брали питье, пили. Все с Егором фотки сделали. На ННН документы все подали. С Машей анализы сдали. С Руфию сделали. Завтра ем с рекам. Короче, соду пищевую взяла. Снова взяла вот такие вот сгущенки. Где-то на выпечку, где-то что-то они будут классные. Дальше. Вермишельку взяла. Вот такую вот. Никогда такой фирмы мы не брали. Поэтому одну пачку пока взяла. Сварю. А потом скажу. Если мне понравится, то еще возьму. Дальше. Фермерская колбаска. Вы мне обязательно пишите, что вы берете в доброценик. Потом Егор себе купил зубную щетку. Ну, я ему купила. И станки ему тоже с собой. В Соликамсе надо будет. На. Зубная паста. На. И также мы взяли вот такое вот мяско. Это карбонат мияковский. Вот такой вот. Тут по весу кило семьсот пятьдесят. На семьсот рублей вышло. Ну, сейчас нарежу в морозилку, уберу и все. Ой, палочки еще упали. Вот такие вот, ребята, в целом все покупки. Все. Все мы сделали. Все мы прошли. Фотики сделали. Показывать не буду. А то Егор нервничать будет. Или можно показать. Ладно. Сейчас за компьютер сядем, я вам покажу. Они у меня там просто лежат. И все. Сейчас буду ребятишкам все раздавать. Всем хорошего дня. Ребята, обещала вам показать фотографию. Смотрите. Какой он прикольный. Четыре фотки. Двести пятьдесят рублей, кстати, за фотки. Я думала, дороже будет. То, что бумага сейчас подорожала, все это, я думала, дороже выйдет. Но нет. Вот такой вот у нас красавец получился. Так, мои хорошие, по-быстрому приготовила обед. Супа не ели уже. Сейчас приготовила макароны с фаршем и с томатным соусом. Туда морковку, перчик добавила еще. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Я вот так вот всем разложила порционно. Всем приятного аппетита. Ребята, у нас уже вечер. Приготовила сегодня оливье. От оливье вот что уже осталось от целого тазика. Сейчас хочу в маленькую емкость переложить и убрать. Сейчас они доедят, этот салат уже. Ваня у нас в бане моется. Сейчас я пойду Марину мою баню. И будем скоро ложиться спать. Через полчаса где-то так. Так что вот такие дела. Вот такой вот был у меня день. Что смогла, показала. Вот такой вот салатик вкусненький. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на наш канал. Всем желаем всего самого хорошего. Всем в группе пока-пока. Всем привет, дорогие друзья. Мы идем в город по делам. А потом едем на 11 часов в Саликамск, Егор, в училище поступать. Так что поедемте с нами. Все, ребят, сели на автобус. Сейчас поедем в Саликамск. Там нас Ильюша встретит. И поедем в училище поступать. Если интересно, постараюсь что-нибудь поступать. Ну, хотя я каждый раз обещаю и запекаю, но постараюсь. Приезжаем в городу Саликамск. Уже скоро приедем. Тут в магазин и приезжаем какие-то висморк, комода. Так что скоро приедем нас Ильюша встретить. Хорошо, тут в магазинах много. У нас в городе нет, например, таких вот покойников тут много. И в медицину получше, чем у нас. Хотя дома такие же есть, старенькие для внуш.